Глава 5. Первые лагерные встречи. 1799-1801. Американская пятидесятница. Мне бы очень хотелось, чтобы вы также начали проводить лагерные встречи, им неизменно сопутствует успех. Собрать такое количество божьих людей для совместной молитвы, такое количество служителей для проповедования, причем чем дольше они находятся вместе, тем лучше, это и есть настоящий промысел, это ловли рыбы огромной сетью. Из письма Френтиса из Бери главному старейшине округа Питтсбург. К середине 1700-х годов люди, желавшие иметь больше земли, что было невозможно в становившихся все более перенаселенными колониях, начали через Камберлендский перевал покидать Виргинью, основывая новое поселение к западу от Олеганских гор. Эту незаселенную местность, изобиловавшую дикими индейками и оленями, различные индейские племена использовали в качестве охотничьих угодий. Густые леса, источник отличной древесины различных сортов, простирались от горизонта до горизонта. Деревья орошались многочисленными источниками и ручьями, и в лесах могли найти для себя все самые необходимые не только охотники, но и поселенцы. Почва также была удивительно плодородной. Прежде всего, это касается земель, названных Даниэлем Буном Кейнедж из-за огромного количества рашева тамбамбука. Значительная часть этой территории была приобретена британцами у американских индейцев, согласно договору, заключенному Форте Стенвики, 1768, а также частной компанией Северной Каролины. Согласно договору, заключенному в Секоморшалс, 1775, несмотря на это, приток поселенцев вызвал у некоторых племен столь сильное недовольство, что во время войны за независимость они объединились с британцами и совместно выступили против колонистов. 19 августа 1782 года в этом регионе даже состоялась одна из последних баталий этой войны — битва при Блюлекс. Однако даже после окончания боевых действий эта земля целое десятилетие была раздираема насилием. Молитвенные дома тех тяжелых лет строились с узкими бойницами по периметру, благодаря чему колонисты успешно отражали многочисленные атаки индейцев. В 1792 году эта территория получила название Кентукки, став первым штатом, не входившим в число 13 первоначальных и 15-м по счету в составе Соединенных Штатов. Вермонт стал 14-м штатом, когда были заняты спорные территории между штатами Нью-Йорк и Нью-Вимпшир. Жители Кентукки отличались суровостью нравов, в большинстве своем это были либо беглые преступники, либо фемеры, либо неутомимые первопроходцы, из которых наиболее известным стал Дэвид Бун. Кентукки был местом не для слабых, и люди селились здесь совершенно по иным причинам, чем те, кто обосновывался в плимате, это не были пилигримы, прибывшие в новый свет в поисках религиозной свободы. Жители Кентукки считали духовные вопросы второстепенными, если вообще задумывались о них. Как писал в 1794 году Френтис из Берия, «Когда я начинаю думать о том, что никто не приехал сюда, движимый религиозным овением, а лишь в поисках хорошей земли, мне кажется, что большим успехом будет уже то, что хотя бы кто-либо из них в конце концов спасет свою душу». Но христианские служители всегда устремлялись туда, где была хоть горстка людей. Нередко на несколько поселений приходился лишь один единственный пастор, что было связано с изначально небольшим количеством их жителей. И именно по этой причине накопечения присвятерианского служителя Джеймса Магиди оказались обитатели Гасперивер, Редивер и Мадиривер в Грастве Логан. В 1796 году он условился с прихожанами трех этих конгрегаций о совместной молитве каждым субботним вечером, а также о молитве посте от рассвета до заката в третью субботу каждого месяца. Главной направленностью этого молитвенного времени были обращенные к Богу прошения о духовном возрождении. Человек возрождения приходит с Востока. Джеймс Магриди, предки которого были шотландцами и оландцами, появился на свет в 1763 году в Пенсильвании. Когда будущий проповедник был еще совсем маленьким, его родители переехали в Граство Гилфорд, штат Северная Каролина, где мальчик вырос и где затем учился в Духовной Академии Дэвида Полдмейла. В Пенсильванию он вернулся для того, чтобы подготовиться к дальнейшему служению в колледже Джефферсона, учебного заведения в Кнансбурге, которое впоследствии стало частью колледжа Вашингтона и Джефферсона в близлежащем Вашингтоне, Пенсильвания, возле Питтсбурга. И именно здесь юноша услышал подробный рассказ доктора Джона Блэра Смита об удивительном возрождении, которое он собственными глазами видел в Виргинии. Джеймса это чрезвычайно заинтересовало. Лицензию служителя Джеймс получил в Пресвятерии Эритстауна 13 августа 1788 года. В 1790 году он женился. Какое-то время юноши неослужение пастора церкви в округе Оренж, штат Северная Каролина, неподалеку от Гилфорда. Он быстро приобрел известность среди местных жителей своими действенными проповедями и высокой нравственностью. Он касался людских сердец своими проповедями и молитвами и в то же самое время обличал в них то, что противоречило святности поведения. Периодически он служил в Академии Дэвида Полдмейла, где до этого получил образование. Именно там он затронул сердца будущих лидеров Возрождения. Уильям Ходж стал впоследствии протеже Джеймса, тогда как Бартон Стоун, который во время лагерной встречи 1801 года был пастором в Кейнридж, стал одним из основателей динаминации Церкви Христовой. В последствии Стоун говорил о Джеймсе буквально следующее, «Такой серьезности, такого ворвения, такой потрясающей силы убеждения, вдохновляемой пониманием небесных радостей и адских мук, мне никогда еще не доводилось видеть воочию. Я был тронут, внимательно слушая его рассказ о небесах, земле и преисподней, переживая при этом поистине неописуемые чувства. В заключение своей проповеди он обратился грешникам с увещеванием как можно скорее спасаться от неумолимого и неминуемого Божьего гнева. Никогда прежде мне не доводилось столь ясно и отчетливо ощущать силы истины. Мое восхищение было таковым, что, если бы я в тот момент стоял на ногах, то наверняка под впечатлением услышанного тотчас же провалился бы под землю. Хотя Джеймс Макгриди говорил не так эмоционально и не так театрально, как Джордж Уайтфилд, и в его голосе не чувствовалось смиренной силы Джона Уэйсли, все же летом 1800-1801 годов его служение оказало поистине беспрецедентное влияние на всю историю движения духовного возрождения. Высокий и нескладный, Джеймс читал по бумажке свои тщательнейшим образом подготовленные проповеди, подобно Джонатану и дворцу, хотя ему и не доставало интеллектуального блеска последнего. Он обращался к своим слушателям громоподобным голосом, как обличенный властью свыше ветхозаветный пророк, но в то же самое время своей взвешенной логически выстроенной аргументацией напоминал апостола Павла. Как говорил преподобный Джон Эндрюс, его проповеди, не всегда идеально отшлифованные, отличались четкостью и доступностью, а манера обращения к публике была необычайно торжественной и производила глубокое, поистине неизгладимое впечатление. Как проповедник, он пользовался большим уважением со стороны смиренных последователей Однца Божьего, обожавших те драгоценные истины, которыми он с ними делился. Но находились и такие, кто его ненавидел, а также попрекал и преследовал, причем делали это не только явные нечестивцы, но также многие номинальные христиане, для которых невыносимыми были его вдумчивые и проницательные обращения, а также праведное негодование, вызванное всякой нечистотой, на которую он, будучи сыном грома, проливал свет в присутствии этих богоборцев, опираясь на слово истины. Его рвение неизбежно вызывало многочисленные разногласия и противления. Некоторые современники говорили о том, что прихожане церкви Джеймса испытывали непомерное беспокойство о своих душах. Однажды Магриди даже получил написанное кровью письмо с угрозой физической расправы и требованием как можно скорее покинуть страну, а банда нечестивцев поломала несколько кресел в его церкви и сожгла датла кафедру. Но в следующее воскресенье он дал им достойный отпор, прочитав проповедь, основанную на Матфея 23, 37-38. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се, оставляется вам дом ваш пуст». В 1796 году Джеймс покинул Северную Каролину и отправился в Кентукки, чтобы возглавить там уже упомянутые ранее три конгрегации в округе Логан. Там, в одном из наиболее диких уголков Кентукки, он продолжил призывать слушавших его людей к нравственной чистоте. Регион, в котором он проповедовал, был известен как «прибежище негодяев», потому что большую часть его населения составляли люди, бежавшие сюда от правосудия за земель, лежавших к востоку от Олеганских гор. Здесь вовсю процветали разные пороки, в том числе и пьянство и незаконное присвоение земли, хотя многие поселенцы изо всех сил пытались принести цивилизацию в эту дикую местность. Христианство здесь также находилось в страшном упадке, что было связано, в первую очередь, с ростом популярности универсализма и деизма. Как в 1795 году заметил методистский служитель Джеймс Митт, универсалисты, объединившись с деистами, нанесли христианству на этих землях смертельный удар. 1790 ей годы были отмечены заметным снижением посещаемости церквей в штатах Кентукки и Теннесси, который в 1796 году стал 16-м американским штатом. В 1798 году Генеральная Ассамблея Пресвятерян объявила день поста, смирения и молитвы за искупление пограничей и избавление его от египетской тьмы. Джеймс продолжил молиться вместе с ними. В мае 1797 года Магрид впервые стал свидетелем явления Святого Духа во время своей проповеди. Женщина, верная и регулярно посещавшая его церковь, была ошеломлена неожиданно появившейся у нее глубокой верой, заново начала искать спасение и несколько дней спустя поверенно полнилась неведомыми ранее радостью и умиротворением. В своем письме другу, датированном 23 октября 1801 года, он описывал то, что произошло позже. Она тотчас же навестила всех своих друзей и родственников, переходя от дома к дому, предупреждая о грозившей им опасности в чрезвычайно торжественном и правильном духе, умоляя их покаяться и искать господа. Это, сопровождалось благословениями свыше проявлениями Святого Духа, способствуя пробуждению многих. Все это время уши каждого прихожанина жадно ловили каждое проповедуемое слово, и практически каждая проповедь сопровождалась проявлениями силы Божьей ради пробуждения и грешников. В течение лета около десяти человек в конгрегации обратились к Христу. Семена возрождения пустили свои первые ростки, ежегодные хлебопреломления. Постоянно изыскивая новые пути для неустанного обновления сердец своих прихожан, Джеймс применил формулу, воспламенившую раньше духовные возрождения в Альстере, Северной Ирландии и Шотландии. Величайшее из них произошло в 1742 году в Камбус-Лэнге, где Джордж Уайтфилд обращался к многочисленным слушателям вместе со многими другими служителями. Преподобный Магриди призвал к проведению ежегодных, многодневных служений хлебопреломления, которые позволяли бы собираться вместе всем жителям данной области, слушать проповедь Божьего Слова и затем, в самый последний день, вместе принимать святое причастие. Семьи со всей округи собирались в городах, где в пятницу вечером начинались собрания. Служения продолжались в субботу и воскресенье, после чего в понедельник следовало еще одно утреннее служение и причастие, которое собравшиеся принимали в полуденное время. Такая программа показала себя весьма эффективной в малонаселенном округе Логан. Жители разбросанных на почтительном расстоянии друг от друга небольших поселений и отдельных ферм получали возможность собраться вместе, чтобы ощутить себя единым целым и причаститься. Проводить такие встречи еженедельно или даже ежемесячно было бы непрактично, в первую очередь, из-за времени, которое требовалось на дорогу. Несмотря на то, что в церквах Магриде эти собрания носили ежегодный характер, возможно, они проводились также и в Северной Каролине. После известных служений в Госпореве в июле 1798 года они представляли собой ничто иное, как самую обыкновенную рутину. Опять же, как говорил Джеймс, в понедельник Господь милостиво и щедро излил свой дух, произошло повсеместное пробуждение. Во всей конгрегации, возможно, осталось лишь несколько семей, которых бы, в большей или меньшей степени, не ужаснуло осознание того незавидного духовного положения, в котором они пребывали. В течение последующей недели практически никто не думал о мирских делах, так велико было их внимание к состоянию своих собственных душ. В первое воскресенье сентября в Мадеривер, одной из моих конгрегаций, было отправлено причастие. Во время этого собрания Господь милостиво излил свой дух ради пробуждения многих беспечных грешников. После каждой проповеди в двух уже упомянутых выше конгрегациях, а также в Редивер, другом оем приходе, были очевидны плоды пробуждения. Слушая, люди, казалось, забывали обо всем на свете. В каждом доме и в каждой компании все разговоры сводились лишь к состоянию душ присутствующих. Во всех конгрегациях преподобного Магриде наблюдался заметный рост интереса людей к духовным вещам. Первое летнее служение хлебопреломления состоялось в июле 1799 года в Редивер. Следуя использованную Эйтфилдом в камбусленге формуле, Джеймс пригласил ряд других служителей, включая присвятерян Джона Ренкина, Уильяма Ходжа, Уильяма Маги, а также брата Маги, методиста Джона. Происходившее во время этого служения Джеймс подробно описал все в том же письме своему другу. В понедельник сила Божья, казалось, окутала собой все собрания, самые бесстыдные, отчаянные и дерзкие грешники закрыли свои лица и горько заплакали. После окончания служения многие люди остались стоять у дверей, не желая никуда уходить. Некоторые служители предложили мне снова собрать людей в молитвенном доме и там с ними помолиться. Последовав этому совету, мы вернулись и соединились в молитве о поклонении Богу. Величественная сила Господней снизошла на нас подобно ливню свечных холмов. Божьи люди ожили и ободрились, да, некоторые из них были переполняемы поистине неописуемой радостью и славой. Грешники получили убедительное предупреждение, а несколько драгоценных душ сполна ощутили исполненную истинного милосердия и любовь Иисуса. И с нового возрождения были охвачены конгрегации Агаспиривер и Мадиривер, но Бог был еще весьма далек от завершения начатого. Следующим летом, несколько раньше, чем в прошлом году, Джеймс организовал в Редивер очередную встречу, которая должна была продлиться субботы, 21 июня, до понедельника, 23 июня, 1800 года. В ней приняло участие приблизительно 500 человек. Джеймс пригласил тех же служителей, что и год назад, но на этот раз реальность превзошла его ожидания, когда Святой Дух проявил себя с поистине небывалой силой. Сам Джеймс писал об этом так, в июне причастие совершалось в Редивер. Таких дней нам еще никогда не доводилось переживать. В понедельник множество людей ощутило неведомый ранее прилив веры. Крики страждущих наполнили собой весь дом. Среди них вы могли видеть нечестивых ругателей и нарушителей заповедей воскресного дня, хватавшихся за сердце и в отчаянии восклицавших, что мы должны делать, дабы обрести спасение. Гуляйки и любители танцев молили господа милости. Там же вы могли увидеть детей 10-12 лет, которые плакали и взывали в отчаяние, умоляя простить их грехи и омыть их кровью Христа. Во время этого трехдневного собрания и в последующий вторник 10 человек, насколько нам известно, радостно вернулись домой, к Христу. Пробуждение в Редивер пришло по-настоящему неожиданно. Первые три дня минули практически без каких-либо значимых происшествий. Служение проходило в атмосфере всеобщего спокойствия и благоговения. Однако уже во время утреннего служения в понедельник, когда Уильям Ходж начал проповедовать на тему чрезвычайно трогательного отрывка из Иова 22-21, сблися же с ним, и будешь спокоен, чрез это придет к тебе добро. Женщина, в последнее время искавшая уверенность в своем спасении, начала радостно восклицать и петь. Затем, после небольшого перерыва, Джон Маги поднялся со своего места, чтобы произнести слово, после чего направился к кафедре, напевая «Приди же, Дух Святой, Небесный Голубь, со всей своей животворящей силой, зажги огонь святой любви в холодных наших сердцах». При звуках этого гимна возопила к Богу, как минимум, еще одна женщина. Возможно, она также неожиданно для себя обрела понимание спасающей милости Божьей. Маги спустился, чтобы поприветствовать этих женщин, и в тот момент, когда он это сделал, слава Божьей пролилась с небес на всех собравшихся. Одни упали на землю, другие возопили к Богу о милости, кто-то начал молиться, а кто-то громко прославлять господа. Уилья Маги, брат Джона, поднялся на сцену, чтобы занять место за кафедрой, но тут же рухнул на пол, вероятнее всего, под воздействием силы Святого Духа. Когда Джон Маги повернулся к нему, то ощутил силу Божью столь отчетливо, что сам едва не упал рядом с братом. Позже он вспоминал, «Я повернулся, чтобы вернуться назад, и едва не упал». Так сильно Бог в тот момент коснулся меня, совершенно отбросив всякий страх. Я направился через зал, кричая, возвещая изо всех сил, и весь пол был покрыт поверженными ниц телами. Магрииде, Ход Шеренкин застыли в недоумении, не зная, вмешиваться ли в происходящее. Никогда до этого их проповеди не вынуждали людей падать на землю, и они действительно не знали, как им следовало понимать случившееся и относиться к нему. Но Джон Маги, будучи кричащим методистом, убедил других проповедников в том, что за этим действительно стоит Бог, и потому было решено позволить служению идти своим чередом. Преподобный Ренкин позже сообщал, увидев и почувствовав его уверенность в том, что за этим действительно стоит Бог и все происходящее и представляет собой мощнейшее излияние его духа. Услышав о том, что подобные вещи он уже видел в другой стране, мы уступили и просто застыли в изумление, восторгаясь удивительными делами божьими. Когда это волнующее зрелище завершилось, участники собрания разошлись по домам, размышляя обо всем, что они видели, слышали и чувствовали в эти самые удивительные в их жизни мгновения. После этих событий Джеймс решил организовать очередное собрание уже через месяц в молитвенном доме Доспел и Вер. В то лето братья Маги проповедовали в различных местах практически каждые выходные, и практика проведения подобных собраний начала распространяться подобно лесному пожару. Слухи разлетались быстро, и в скором времени толпы людей направились в Гаспериевер, к месту проведения собрания. Как отмечал Ренкин, новости о странных событиях, имевших место во время предыдущего собрания, распространились во всех направлениях, достигнув каждого уголка нашей страны и принеся с собой радостное возбуждение, которым легко заражались многие и многие люди. Любопытные шли сюда для того, чтобы удовлетворить свое любопытство. Искренне и глубоко верующие были убеждены, что это принесет большую пользу их душам, а также будет способствовать распространению дела Божьего как у них дома, так и в других странах. В своей книге «Рассказ о начале и развитии возрождения 1800 года» на РТФ «Зе Комменсмент и Прогресса в Зе Ревайвулов 1800» Джеймс писал о том, что возрождение в Кентукки началось именно в Гаспере, куда стекались люди со всех концов штата и близлежащих территорий. В июле причастие совершалось в церкви Гаспериевер. Здесь собрались люди со всех уголков нашей страны, проделавшие путь 840, 50 и даже 100 миль, чтобы воочию увидеть эти странные события. Целые семьи приезжали в своих фургонах. В общей сложности прибыло от 20 до 30 таких фургонов, заполненных людьми их имуществом, которые разбили лагерь в окрестностях молитвенного дома. В пятницу не произошло больше ничего интересного и запоминающегося, лишь атмосфера была какой-то особо торжественной. В субботу все продолжалось по-прежнему до самого вечера. Вечером две набожные женщины сидели рядом и разговаривали о духовных вещах. Их разговор, как оказалось, повлиял на стоявших рядом людей, и внезапно Божественное пламя охватило всех собравшихся. И уже спустя несколько мгновений можно было видеть грешников, бессильно лежавших на полу по всему дому, молившихся и взывавших к Богу, чтобы тот жалился над ними. Служители и простые христиане весь вечер были заняты общением со страждущими. В ту ночь множество пробужденных душ обрело спасение благодаря замечательным, исполненным мировидением славы, полноты и совершенства Христа. Среди них были даже маленькие дети. Замечательное доказательство истинности христианства. Из всех случаев, свидетелем которых мне лично доводилось быть, я упомяну лишь один, касающийся маленькой девочки. Я стоял возле нее, когда она лежала на коленях своей матери практически в полном отчаянии. Я разговаривал с ней, когда первый проблеск света коснулся ее разума. Она вскочила на ноги в радостном возбуждении и воскликнула, «О, он желает, он желает, он пришел, он пришел! О, какой же замечательный этот Христос! О, какой же чудесный этот Христос! О, какой же свет я вижу в нем! О, какую же красоту я вижу в нем! О, как же получилось так, что я раньше не могла поверить, что я не пришла к Христу раньше, когда он так сильно желал спасти меня!» Затем, повернувшись, она обратилась к грешникам и говорила им о славе, величии Христа, умоляя покаяться. Все эти слова она произносила настолько небесным языком и в то же время настолько рациональным и библейским, что я просто замер в изумлении. Но если бы я вдруг начал описывать вам каждый случай из всех, которое мне довелось видеть самому или слышать о других людей за последние два года, для этого потребовалось бы очень много листов бумаги. Молитвенный дом в Гаспариве оказался слишком маленьким для того, чтобы вместить всех желающих, поэтому собрания были перенесены на свежий воздух. Быстро была воздвигнута импровизированная сцена, а толстые бревна превращены в скамьи. Служение продолжалось всю первую ночь, а крики поющихся грешников то и дело угрожали заглушить голос Джона Маги, выступавшего воскресенье. Признаки излияния Духа Святого, проявившиеся в редривер, отчетливо были видны и в госперивер. Многие люди падали на землю, будучи не в силах противостоять Божьей силе, кричали и молились, обличаемые Духом, радостно взывали и прославляли господа, обретая долгожданный мир. В надежде на который они приходили сюда. Большинство историков считают Гасперивер самой первой из лагерных встреч, но сам этот термин появился на свет лишь год или два спустя. Лагерными встречами эти собрания начали называть тогда, когда служения хлебопреломления стали привлекать гораздо больше людей, чем могли принять в своих домах местные семьи, и вскоре даже молитвенные дома оказались не в состоянии вместить в себя всех желающих. Дух двигался беспрепятственно, касаясь сердец не только верующих, но также универсалистов, деистов и даже артеистов. Огонь Возрождения, зажженный в округе Логан, с огромной скоростью распространялся по территории штатов Кентукки и Тенеси. Святой продолжал триумфально покорять пограничья. О служениях хлебопреломлений проводились беспрерывно практически каждые выходные до самого конца лета. Для участия в этом таинстве собралось множество людей с Камберленда, в особенности с конгрегацией Шейла, горевших желанием своими собственными глазами увидеть дело Духа, но при этом имевших сильное предубеждение против этого. Около пяти из них, я надеюсь, пережили обращение и покаяние еще до того, как покинули это место. Заслуживает внимания то обстоятельство, что они были полноценными участниками всего служения. Я с огромным трепетом наблюдал за тем, как они бессильно лежали, взывая милости, обращаясь к своим друзьям и близким с такими словами. О, мы с презрением и недоверием относились к вещам, происходившим в Логане, о которых мы слышали, но мы заблуждались. У меня не было веры. Сейчас я знаю, что все это действительно реально. Три дня назад я осмеял бы любого человека, который вел бы себя так, как я веду себя в настоящий момент. Но сейчас я буквально осязаю своей душой все адские муки. Это были слова драгоценной души перед самым моментом избавления. Когда они отправились домой, их общение со своими друзьями и соседями стало одним из способов распространения этой славной вести, которая накрыла собой все поселения Камберленда, приводя к покаянию сотни драгоценных душ. Работа Духа во время этого собрания продолжалась днем и ночью, в то время как многие-многие люди оставались на месте вплоть до вторника. Согласно наиболее точным нашим подсчетам, мы считаем, что тогда к Христу обратилось 45 душ. Хлебопреломление в Моцериеве во всех перечисленных выше отношениях было таким же, возможно, даже превзошло в чем-то собрание в Гасперивер. Это причастие было совершено в августе. И мы полагаем, что тогда к Богу обратилось около 50 человек. Во время хлебопреломления в Кейнвидж, что в Камберленде, во второе воскресенье сентября 1800 года около 45 душ, по нашим подсчетам, обрели веру в Бога. Во время собрания в Шейла в третье воскресенье сентября покаявшихся было 70. Во время хлебопреломления у мистера Крейкхеда в октябре покаялось около 40 человек. В Клейрик, что в округе Логан, в октябре было 8 спасенных душ. В Литлмадикрик, в ноябре, мы насчитали их 12. В молитвенном доме Монтгомере, в Камберленде, около 40. В Хоупвеле, что в Камберленде, в ноябре было около 20 покаявшихся. Покаявшихся же при других обстоятельствах, во время личных евангелизаций, повседневного проповедования в обществах было бесчисленное количество. Джон Маги сообщал, что в Диша Крик на служение пришло много тысяч людей. Разнообразно проявляли силы и милость Божья. Услышав слово, люди падали, словно кукуруза под порывами ураганного ветра, и многие из них поднимались из пыли уже с отмеченными сиянием Божьей славы, просветленными лицами, столь горячо прославляли Бога, что даже сердце наиболее упрямых грешников начинали трепетать. И после первого всплеска хвалы они начинали безудержно свидетельствовать о всемогущем Боге. Одна из проповедей преподобного Магриде о заглавленной размышлении о таинствах была основана на Байти 28, 17 и убоялся, и сказал, «Как страшно сие место! Это не ноэшта, как дом Божий, это врата небесная! Эта проповедь, возможно, способна дать нам понимание той силы, которая привела к возникновению столь крайних реакций, в своей основе эта проповедь напоминает сказанное дворцем в его самом известном выступлении грешники в руках разгневанного Бога. 1. Сакраментальный стол является страшным местом, ибо там пребывает Бог. 2. Сакраментальный стол является страшным местом, потому что представляет собой поразительное воплощение наиболее важного соглашения, свидетелями которого были когда-либо люди или ангелы, то есть искупление виновных грешников страшными муками, кровавой жертвой и предсмертными стонами воплощенного Бога. 3. Сакраментальный стол является страшным местом, ибо здесь святой Бог Израильев милует и вечеряется с купленными бунтарями. 4. Сакраментальный стол является страшным местом, ибо здесь небеса соединяются с землей. К концу 1800 года присутствие Божьей все сильнее ощущалось в Кентукки и Теннессе. Но эти штаты, по большому счету, еще ничего и не увидели. Свежая доза пятидесятниц ждала буквально за углом. В следующем, 1801 году, между маем и ноябрем, приблизительно 50 различных конгрегаций в Кентукки проведут четырехдневное служение хлебопреломления, самое большое и горячее из которых пройдет в Кейнридж. Это станет кульминацией возрождения начавшегося к западу от Олеганских гор. Святой Дух сходит на Кейнридж. Когда Бартон Стоун услышал о том, как Бог действует во время проводимых с Джеймсом служениях либо преломления, он решил посетить одно из них весной 1801 года. Увиденное произвело на него неизгладимое впечатление. К этому времени истечение людей стало слишком большим для одного служения, и потому несколько служителей выступали параллельно в различных местах. В автобиографии Стоун описывал собственные впечатления. Там, на границе прерии в округе Логан, штат Кентукки, множество людей собралось вместе, разбив прямо на земле многодневный лагерь. Там и проходило служение и поклонение Богу. Увиденное было для меня новым и даже каким-то странным, не подаваясь никакому описанию. Многие, очень многие люди падали на землю, словно воины, которые полегли в битве, и оставались, как оказалось, бездыханными и неподвижными долгие часы. Иногда буквально на несколько секунд они пробуждались, чтобы глубоко вздохнуть, или душераздирающий вскрикнуть, или возопить в молитве к милости Божьей. Проведя в таком положении много часов, они получали избавление. Мрачные тучи, покрывавшие их лица, постепенно исчезали, а надежда в их взглядах превращалась в неописуемую радость. Они легко вскакивали с земли, весело восклицая, затем обращались к окружавшим их людям по-настоящему выразительным и ярким языком. С изумлением я слушал, как мужчины, женщины и дети говорили об удивительных делах Божьих и восхитительных тайнах Евангелия. Они казались мне величественными, смелыми и свободными. При виде этого многие из присутствующих падали, погружаясь в такое же состояние, из которого только что вышли говорившие. На землю рухнули также двое или трое моих знакомых. Несколько часов я терпеливо сидел возле одного из них, беспечного грешника, и внимательно наблюдал за всем, что происходило с ним с начала и до конца. Я видел его кратковременные, резкие, словно от смертельного сна, пробуждение, смиренное покаяние в совершенных грехах, горячую молитву и, наконец, освобождение. Затем благодарность и хвалу, адресованная Богу, исполненная искренней любви, заботы, увещевания друзей и окружающих людей и покаяться и прийти к Иисусу. Я был до глубины души изумлен демонстрируемым ими знанием евангельских истин. В результате всего этого еще несколько людей упали на землю, словно замертво. После внимательного наблюдения за многими подобными случаями я пришел к выводу, что все видимое мною было добрым действием самого Бога, и с тех пор я больше ни секунды в этом не сомневался. Тогда и с тех пор я видел многое, что казалось мне фанатизмом, но это ни в коем случае не обесценивает совершаемую Богом работу. Дьявол постоянно пытается имитировать дело Божье, создавая им сомнительную репутацию. Но то, что я видел, не было сатанинскими проявлениями, ибо смиряло людей, вынуждало их оставить грех, побуждало горячо хвалить и благодарить Бога, а также искренне с любовью призывать грешников раскаяться и прийти к Иисусу Спасителю. Когда Стоун вернулся в родные для него конгрегации, Кейнедж и Конкартер сказал обо всем, что ему довелось увидеть. Ведь прихожане были потрясены до глубины души. В Кейнедж благоговейная торжественность произвела такое впечатление на людей, что многие из них вернулись к себе домой в слезах. В Конкорде две маленькие девочки во время проповеди слова упали на землю и во всех отношениях вели себя так же, как люди на юге Кентукки, о чем шла речь выше. Их слова произвели глубокое впечатление на все собрания. Вернувшись в Кейнедж, он обнаружил, что многие люди с новой силой начали искать спасение. Хороший друг Стоуна, Натаниэль Равери, поприветствовал его, восславив при этом господа, ибо незадолго до этого приобрел в своем сердце уверенность в спасении. Затем произошло нечто еще более интересное. Как только он увидел меня, то тут же громко восславил Бога. Мы поспешили обняться, при этом он продолжал славить господа. Люди, искавшие господа, в ожидании возвращения преподобного Стоуна, покинули дом и поспешили увидеть эту новую для себя сцену. В течение следующих 20 минут многие из них попадали на землю, бледные, трясущиеся и взволнованные, тогда как другие в панике бросились бежать, но при этом либо так же падали, либо немедленно присоединялись к толпе, не в силах тронуться с места. В то время, когда все это происходило, ко мне подошел один знакомый, весьма интеллигентный деист. И сказал, «Мистер Стоун, я всегда полагал, что вы честный человек, но сейчас я убежден, что вы обманываете людей». Я сожалением посмотрел на него и мягко сказал ему несколько слов. В тот же миг он рухнул на землю, словно замертво, и не поднялся с нее до тех пор, пока не покаялся перед спасителем в своих грехах. Собрание продолжалось на этом же месте под открытым небом до позднего вечера, и многие нашли мир и успокоение в Господе. Последствия этого собрания оказались для Америки подобными пламени в сухом поле, разгоняемому сильным ветром. Все ее жители в той или иной степени ощутили его влияние. Вскоре после описанных событий у нас было длительное собрание в Конкорде. Казалось, люди со всех концов страны стекались к этому месту, среди них были представители всех динаминаций. Все искренне соединились в труде и в христианской любви. Дух развлечения и праздновая веселье практически полностью исчез. Почти невозможно дать полное и правдивое описание этому собранию. Оно ограничило самым настоящим чудом. Служение продолжалось беспрерывно пять дней и пять ночей. Многие, очень многие люди будут целую вечность вспоминать его с хвалой и благодарностью. После всех этих событий в Кейн-Эдж-Сто он означил служение хлебопреломления на первые выходные августа, спустя месяц после своего бракосочетания, состоявшегося 2 июля. Ожидая большое скопление людей и понимая, что молитвенный дом мог вместить лишь 350-500 человек, Стоун попросил очистить снаружи больше участок земли, поставить там большую палатку, которая бы стала дополнительным местом проведения служения. В пятницу, 6 августа, к месту проведения служения начали прибывать семьи в фургонах. Сотни человек скоро превратились в тысячи. Дома местных жителей наполнились постояльцами, причем даже самые большие из них, способные принять 3-4 семьи. Учитывая количество людей, которые пребывали и пребывали на место со мной единственной целью, всем своим сердцем искать господа, можно предположить, что город представлял собой нечто среднее между абсолютным хасом лагеря беженцев неподалеку от района боевых действий христианским эквивалентом еврейского праздника Кущи. В автобиографии преподобный Стоун попытался описать события, происходившие в то время уже на территории в несколько акров. Дороги были в буквальном смысле наводнены фургонами, повозками, всадниками и пешими странниками, двигавшимися по направлению к лагерю. Зрелище было весьма впечатляющим. Согласно оценкам военных, всего собралось от 20 до 30 тысяч человек. Четверо-пятеро проповедников практически беспрерывно обращались к собравшимся в различных частях лагеря, не мешая друг другу. Методистские и баптистские служители взаимно помогали друг другу, действуя как одно целое, обладавшее единым разумом и единой душой, для которого спасение грешников было главной и единственной целью. Мы дружно пели одни и те же песни прославления, объединились в молитве, проповедовали об одном, о спасении, получаемом лишь поверие после исповедания своих грехов. Подробное описание этого собрания заняло бы немало страниц, и даже увесистого тома оказалось бы недостаточно для пересказа хотя бы половины произошедших событий. Число обратившихся тогда к Богу людей станет известным лишь в вечности. Там произошло еще много интересного, что было подобно самым настоящим чудесам, но даже если они таковым и не являлись, их влияние на неверующих иначе, как чудесным, назвать очень трудно, ибо многие из них, видя происходящее, уверовали в то, что Иисус есть Христос, и покорно склонились перед Ним. Это собрание продолжалось шесть или семь дней, и ночей длилось бы дольше, но в городе закончили запасы пищи для пропитания такого большого количества людей. Вечером в первую пятницу из-за дождя пришло меньше людей, чем ожидалось, но молитвенный дом все равно был полон под завязку. После вступительного слова преподобного Стауна с первой проповедью к собравшимся обратился Мэтью Хьюстон. В тот вечер не произошло ничего примечательного, хотя некоторые верующие пребывали в молитве на протяжении всей ночи. Субботним утром во время служения все по-прежнему было тихо, но к полудню прибыло много новых семей. Число же участников собрания увеличилось до нескольких тысяч, несмотря на практически беспрерывный дождь. Одиноким мужчинам легче всего было путешествовать верхом. Во время всевозможных мероприятий они останавливались в тавернах или же ночевали в конюшнях, расположенных в Лексингтоне, приблизительно в 35 милях от места событий. Центр не мог вместить всех желающих, их было действительно слишком много. К полудню молитвенный дом и палатка были уже полны доказа, и проповедь продолжалась без остановок. Прошло, однако, совсем немного времени, и проповеди зазвучали везде, где только собиралась толпа. Известно, что выходные дни нередко не менее семи проповедников одновременно обращались к огромным аудиториям. Количество участников подобных мероприятий достигало иногда нескольких десятков тысяч человек, а однажды очевидцы насчитывали 1143 фургона и подобных им видов транспорта, хозяева которых разбили свой лагерь поблизости. Это были поистине невероятные цифры, принимая во внимание, что в то время население Лексингтона не превышало 1795 человек, а во всем кентурке насчитывалось менее 250 тысяч жителей. Другой очевидец следующими словами описывал субботнее утро, я сбился со счета, после того как насчитал 147 фургонов, в которых находили семьи, их провизии, лагерное снаряжение и прочие необходимые вещи. К 11 часам территории, заполненная лошадьми, фургонами и так далее, была по своей площади сравнима с территорией внутри периметра, ограниченного улицами рыночной, Чеснот, Второй и Третьей в Филадельфии, около четырех городских кварталов. Во время одного из собраний молодой служитель по имени Ричард Нимор провозгласил, что он нашел истинное новое Евангелие, и всю толпу условно пронзило электрическим разрядом. Несмотря на то, что никто из присутствовавших не знал в точности, что он имел в виду, были и те, кого эти слова шокировали и даже серьезно задели, сошествие Святого Духа явственно ощутили все, кто в тот момент слушал проповедника. И это присутствие ознаменовалось многими признаками, многие из которых были для людей в диковинку. Преподобный Стоун тщательно и подробно описал все проявления Святого Духа, которые он наблюдал в субботу и воскресенье, в одной из глав автобиографии. Телесные проявления и прочие действия Духа, сопровождавшие религиозное пробуждение в самом начале этого столетия, носили самый разнообразный характер, характеризовались как падение, конвульсия, танца, лай, смех, пение и т.д. Падения были наиболее распространенным действием Духа, охватившим святых грешников всех возрастов и профессий, от философа до клоуна. Люди, которых Дух Святой касался подобным образом, обычно с пронзительным криком падали, как бревна, на пол, на землю или прямо в грязи, казалось, застывали, словно мертвые. Из тысяч подобного рода случаев я хотел бы остановиться на одном. Во время собрания две веселые молодые леди, сестры, стояли вместе, слушая проповедь и наблюдая за тем, что делал с окружающими Святой Дух. Внезапно они обе упали, издав пронзительный отчаянный крик, и находились в неподвижном состоянии более часа. Их мать, набожная баптистка, пришла в сильное смятение, опасаясь, что они не очнутся. Наконец, они очнулись и стали горячо, со слезами на глазах молять Бога о милости, после чего снова впали в бесчувственное состояние с выражением невыразимого ужаса на своих лицах. Спустя еще некоторое время ужас на лице одной из них сменился светлой улыбкой, и она воскликнула, «Драгоценный Иисус!», после чего поднялась и начала говорить собравшись о толпе любви Божией, о драгоценной жертве Иисуса и славе Евангелия почти сверхчеловеческим языком, трогательно призывая всех к покаянию. По прошествии еще некоторого времени с другой сестрой произошла та же метаморфоза. С того дня они обе стали верными прихожанками церкви. Я видел, как очень многие набожные особы впадали в такое же состояние, вызванное страхом за своих необращенных детей, братьев и сестер, страхом за своих ближних и за весь греховный мир. Я слышал, как они агонизировали в слезах и отчаянно молили о милости Божьей для грешников, обращаясь к окружающим так, словно были ангелами. Присутствие Духа Святого проявлялось разнообразно. Конвульсии не подаются точному описанию. Иногда у человека начинала дрожать лишь одна часть тела, иногда все тело. Когда затронутой оказывалась лишь долова, она начинала дергаться вперед нас затылей стороны в сторону с такой скоростью, что стороннему наблюдателю невозможно было различить черты лица. Когда затронутым оказывалось все тело, я лично видел, как человек стоял на одном месте, быстро наклоняясь то вперед, то назад, так что его голова почти касалась пола впереди позади него. Представители всех сословий, святые и грешники, слабые и сильные, были в равной степени затронуты этим. Я попытался расспросить тех, кого это коснулось, но они ничего не могли мне толком объяснить. Некоторые все же сказали, что ничего более радостного они никогда до этого не испытывали. Я видел, как Дух Святой касался подобным образом некоторых грешников, и те, силы Божьи и брошенные на землю, все время проклинали эти конвульсии. Несмотря на кажущийся хаос происходящего, я не припомню, чтобы хоть кто-либо из тысяч виденных много людей получил травму, это было столь же удивительным, как и само действие Святого Духа. Танцы чаще всего случались с верующими людьми. После непродолжительных подергиваний, человек начинал плясать, после чего подергивания прекращались. Эти танцы действительно казались зрителям небесными, в них не было намека на несерьезность, так же, как они не вызывали легкомыслия у очевидцев. Небесная улыбка озаряла лицо танцующего, и он становился подобен ангелу. Иногда его движения были быстры, а иногда, наоборот, медленны. Танцующие двигались вперед и назад, пока их не оставляли силы и они не падали обессиленно на пол или на землю, если стоявшие рядом люди не успевали их подхватить. В то время как они двигались, я слышал, они возносили к Богу торжественную хвалу и молитвы. Лай, как презрительно называли это проявление духа противники, был ничем иным, как конвульсиями. Человек, охваченный конвульсиями, в особенности же поражавшим его голову, зачастую хрипел или лаял, если хотите, от неожиданности. Своим названием это явление обязано старому присвятерианскому пропоряднику из восточного Тенеси. Он отправлялся в леса для уединения с Богом, и там его охватывали конвульсии. Стоя однажды возле молодого деревца, он ухватился за него, чтобы не упасть, и в тот момент, когда его голова откинулась назад, он захрипел или издал подобный собачьему лаю звук, обратив свое лицо к небу. Какой-то остряк обнаружил его в этом положении и рассказал всем, что он видел проповедника лающим на дерево. Смех случался часто исключительно с христианами. Это был громкий искренний хохот, уникальный в своем роде. Ни у кого другого он не вызывал ответной реакции. Смеющийся человек выглядел восторженным и серьезным одновременно, и его смех пробуждал такие же чувства как у святых, так и у грешников. Это действительно невозможно описать словами. Иногда люди, ощущая силу Святого Духа, пугались и пытались спастись бегством, но им не удавалось убежать далеко, они падали на землю или же просто не могли больше двигаться. Я знал одного молодого врача из известной семьи, который преодолел немалое расстояние, чтобы лично посетить большое собрание и в очи увидеть те странные вещи, о которых он столько был наслышан. Он шутливо условился с одной юной леди, что они будут наблюдать за происходящим и позаботиться друг о друге, если один из них упадет. Спустя некоторое время врач ощутил нечто весьма необычное и прямиком с места собрания бросился в лес. Он мчался так, словно его жизни угрожала опасность, но вскоре упал и лежал на земле до тех пор, пока не покорился Господу. После этого случая он стал ревностным членом церкви. И таких случаев было много. Эту главу я завершаю рассказом о том, как Дух Святой проявлял себя через пение. Это было наиболее непостижимым и захватывающим из всего того, что мне доводилось видеть. Переполняемый радостью человек пел удивительно мелодично, причем звук исходил не из рота или носа, но целиком и полностью из груди. Такое пение легко заглушало все остальные звуки, привлекая внимание окружающих. Оно было по-настоящему божественным, и люди могли безустали слушать его. Мы с доктором Дже П. Кэмбеллом на одном услужении услышали, как Дух проявлял себя подобным образом через одну набожную женщину, и сошлись на том, что ничего подобного никогда не видели или не слышали. Таким образом, я представил вашему вниманию краткое описание тех удивительных событий, которые происходили в начале этого столетия. Многочисленные странности и случаи фанатизма были признаны их главными отличительными чертами, но на самом деле было бы самым настоящим чудом, если бы подобного рода явления не проявлялись в обстоятельствах того времени. По самым приблизительным оценкам, число людей, которых касался Святой Дух, составляло от 500 до 1000 человек одновременно. Среди наблюдавших за описанными выше событиями попадались и скептики, одним из которых был Роберту Финля, сын основателем элитвенного дома в Кенридж, преподобного Джеймса Б. Финли. Роберт Финли был также успешным странствующим проповедником, известным своим самоотверженным служением среди индейцев племени Вианда Твагая. Вот что он рассказывал об этих событиях. В день собрания я сказал своим спутникам, если я упаду, то только под воздействием физической силы, а не от пения и молитв. И потому, полагаясь на свое мужество и храбрость, я не опасался пасть жертвой какой-либо нервной возбудимости или в страхе принять все происходящее за чистую монету. Когда мы прибыли на место событий, то, что открылось моим глазам, показалось мне не только невероятным и неописуемым, но также величественным и страшным. Огромная людская толпа, по некоторым подсчетам там было до 25 тысяч человек, издавала шум, подобный ревуни агары. Безбрежное человеческое море бурлило, будто там бушевал шторм. Я насчитал семь служителей, проповедующих одновременно. Одни стояли на пнях, другие в фургонах, а преподобие Уиленберг, несущий сейчас служение в Цинценате, взобрался на поваленное дерево, которое упиралось в рядом стоящее. Одни люди пели, другие молились, одни люди жалобно взывали о милости, другие громогласно кричали. Наблюдая за всем этим, я ощутил нечто совершенно необыкновенное, чего никогда не чувствовал раньше. Мое сердце беспокойно колотилось, колени дрожали, губы тряслись, и я почувствовал, что вот-вот рухнул на землю. Странная сверхъестественная сила, казалось, пропитывала собой все вокруг. Я ощутил себя настолько слабым и обессиленным, что вынужден был присесть. Вскоре я покинул место собрания и отправился в лес, чтобы попытался вернуть себе мраченый боевой дух и смелость. Я попытался объяснить все эти чудеса, как простое симпатическое возбуждение, разновидность религиозного подъема, вдохновленного песнопениями красноречивыми разглагольствованиями. Моя гордость была уязвлена, ведь я полагал, что мои душевные и физические силы сумеют более успешно противостоять этому влиянию. Через некоторое время я вернулся к месту, охваченному эмоциональным возбуждением, волны которого, если это вообще было возможным, поднимались еще выше. Меня сразу же охватил же знакомый благоговейный трепет. Я встал на бревно, чтобы лучше видеть колеблющееся «Людское море». Сцена, открывшаяся передо мной, была поистине неописуемой. В какой-то момент я увидел не менее пятисот человек, почти одновременно рухнувших на землю, как если бы по ним был открыт огонь сразу с тысячи ружей, и в тот же миг до меня донеслись вопли и крики, достигавшие, наверное, самих небес. Волосы на моей голове встали дыбом, тело содрогнулось, кровь застыла в жилах, и я опять сломя голову кинулся в лес, сожалея о том, что не остался дома. Мои чувства обострились до невыносимости. Я ощутил нехватку воздуха и как будто погрузился во тьму. Мне казалось, что я вот-вот умру. В полумиле от того места, где я в тот момент находился, виднелась таверна, и я решил отправиться туда и выпить немного бренди в надежде, что она укрепит мои нервы. Добравшись до бара, я выпил и вышел на свежий воздух, но всем своим существом по-прежнему ощущал дыхание преисподней. Бренди ничуть не успокоила мои нервы, даже, наоборот, ухудшила мое самочувствие. Так прошел весь день. Я тщательно избегал своих спутников, опасаясь, как бы они не поняли, что со мной происходит нечто странное. В таком состоянии я непрестанно блуждал по крестностям лагеря. Временами все совершенные мной когда-либо грехи один за другим всплывали в моем воспаленном ужасом воображения, и под этим страшным давлением я чувствовал, что вот-вот умру, если не наступит никакое облегчение. Мое сердце в тот момент было таким черствым и гордым, что даже ради всего штата Кентуки я не согласился бы упасть на землю, полагая, что подобное происшествие легло бы на меня несмываемым позором и навсегда лишило бы меня мужества и смелости. Поздно вечером я направился к стоявшей неподалеку конюшне, где, спрятавшись в стоге сена, провел самую тягостную ночь в своей жизни. Утром я решил вернуться домой, чувствуя себя совершенно разбитым. Повстречав одного из своих друзей, приехавших вместе со мной, я сказал, «Капитан, давайте уедем отсюда, я не могу здесь больше находиться». Он согласился, и, вскочив на лошадей, мы поскакали домой. В пути мы почти не разговаривали, хотя глубокие и длительные вздохи красноречиве всяких слов выдавали состояние моего сердца. Когда мы, наконец, добрались до холмов Блю Джейликс, я нарушил затянувшееся молчание. Подобно долго сдерживаемым водам, искавшим себе путь в скалах, фонтаны моей души стремительно вырвались наружу. Я воскликнул, «Капитан, если мы с вами не прекратим грешить, дьявол заполучить нас обоих». Затем из моих глаз струились горькие слезы, и мне едва удалось удержаться от того, чтобы не закричать во весь голос. Незадолго до наступления ночи мы остановились возле мыслика, и до самого утра я только и делал, что плакал, обещая Богу, что, если Он сохранит меня до утра, я буду молиться и постараюсь стать лучше, а также сойду с греховного пути. Люди с наиболее испорченными сердцами и порочными привычками стали новыми творениями, и полностью обновленная жизнь явилась лучшим свидетельством их обращения. После этого случая Роберт Финли стал одним из заметных служителей методистской церкви. Каждый вечер с наступлением темноты в лагерь зажигались костры, а свечи, керосиновые лампы и факелы давали достаточно света для того, чтобы служения продолжались до самого утра. Отражаясь от деревьев, этот трепещущий свет, наверное, создавал удивительную атмосферу, вызывая у людей благоговейный трепет. Другой очевидец описываемых нами событий рассказал о подобных вечерах следующее. Увиденное нами ночью было одним из наиболее удивительных и потрясающих зрелищ, какие мне вообще доводилось когда-либо видеть. Яркий свет пылающих лагерных костров выхватывалось тьмы множество людских голов, одновременно склонившихся в абсолютном благоговении, и отражался от длинных рядов палаток, поставленных с обеих сторон. Сотни ламп свечей были расставлены среди деревьев, вместе с множеством факелов, чье пламя непрестанно колебалось взад-вперед, отбрасывая неясные отблески на шелестящие в темноте деревья и придавая окружающему нас лесу таинственность и загадочность. Торжественное пение духовных гимнов разносилось по всему лесу ночным ветром, страстное увещевание, искренние молитвы, всхлипывания, лопли или крики вырывались из груди тех, кто находился в состоянии глубокого эмоционального возбуждения. Внезапные спазмы неожиданно швыряли людей на землю, все происходившее было удивительно интересным, до крайности возбуждая чувства участников этого действа. В Кейнедж служение хлебопреломления вместо понедельника было назначено на воскресенье и прошло в полном соответствии с планом. Столы были расставлены в молитвенном доме в форме креста, там могли разместиться одновременно не менее ста человек. По приблизительным подсчетам, количество участников служения колебалось от 800 до 1100 человек, поскольку к причастию допускались лишь те, кто считался обращенными к Богу людьми, говоря другими словами, это были в основном пресвятерияни методисты. Предъявители этих двух религиозных течений были основными устроителями собраний. Однако из-за того, что служение возглавляли исключительно пресвятерияни, методисты начали организовывать свои встречи снаружи и вскоре привлекли к себе огромные массы людей. Поблизости проводилось также отдельное афроамериканское служение, участниками которого были, как правило, члены африканской баптистской церкви. Во время служения образовывались также и малые молитвенные группы, которые, не являясь частью общего расписания, имели схожий дуть благодаря организованной повестке дня. Сотни людей, на которых сходил Дух Божий, начинали спонтанно увещевать всех окружающих. Это было наиболее ярким и запоминающимся проявлением Духа в Кейнридж, поскольку этими увещевателями могли быть все без исключения, мужчины и женщины, грамотные и неграмотные, белые фрамериканцы, взрослые и дети. Причем независимо от того, были они раскованы или застенчивы. Благодаря такого рода характерным особенностям лагерное собрание вскоре получили название карнавала проповедников, потому что, оказавшись в гуще толпы, человек мог слышать проповеди, доносившиеся со всех сторон. Как-то семилетняя девочка по имени Барбара взобралась на плечо взрослого мужчины и начала говорить, используя слово, которое незнакомо детям ее возраста. Утомившись же, она замолчала, склонив свою голову на голову державшего ее мужчины, словно заснула. Когда же стоявший поблизости мягкосердечный человек заметил, бедная малышка, ее лучше положить, она моментально очнулась и заявила, не называйте меня бедной, потому что Христос, мой брат, Бог, мой отец, я же наследница царства, поэтому не называйте меня бедной, ибо кровь однца сделала меня богатой. Письмо его сестре, датированное 10 августа 1801 года. По мере того, как все больше и больше людей под воздействием Святого Духа начинали проповедовать, еще больше их каялось в своих грехах, из-за чего по всему лагерю разносились плач и стоны. Пение гимнов становилось все более отчетливым, и все проявления Святого Духа, описанные преподобным Стауном днем ранее, начинали повторяться снова. Преподобный Мойзис Ходж попытался описать происходящее в письме к своему другу, во время проповеди, если об этом кто-либо заранее успевал позаботиться, практически не было преткновений, когда же проповедь заканчивалась и на смену ей приходили песнопения, молитвы и увещевания, тогда-то и начинались настоящие беспорядки. Легкомысленные и беспечные падали на землю, кричали, дрожали и нередко даже судорожно подергивались. Набожные христиане трудились не покладая рук, пели, молились, общались, в экстазе радостно падали на землю, увещевали грешников, спорили с противящими сей и так далее. Упавшие, как правило, лежали на земле то короткое, то весьма продолжительное время. Некоторые из них уже с первого раза получали утешение, тогда как другие нет. Когда какой-то человек получал столь долгожданное и желанное облегчение, радостный крик возвещал о приобретении боя в новой души. За этим следовали святые объятия. Так продолжалась целая ночь и отучаясь дня, которая не была занята богослужением, ибо люди не покидали служение во все дни этого торжественного мероприятия. Ничто из воображаемого нами не способно повлиять на наш разум больше, чем одна из таких сцен. Грешники падали на землю справа и слева, с воплями, стонами, в конвульсиях моли о милости. Верующие молились, корчились, падали на землю, страдая за грешников или радуясь их обращению к Богу. Они пели, кричали, смеялись, хлопали в ладоши, обнимались и даже целовались. Некоторые из них обращались к страждущим, друг другу или же к своим противникам, и все это одновременно. Ни одно зрелище не способно вызвать более сильных чувств. Все происходящее, окутавшее землю ночная тьма, торжественность этого места и повода, по которому все собрались, осознание собственной вины, все вместе это наполняло души участников благоговейным трепетом и не позволяло им хоть немного ослабить свое внимание. Что же касается духовных проявлений в целом, нет никакого сомнения в том, что за ними стоял Бог. В то время как одни участники собрания в понедельник паковали вещи, готовясь к возвращению домой, другие только начинали ощущать воздействие Святого Духа. Молитвы, проповеди, увещевания, пения и всевозможные проявления Духа продолжались вплоть до четверга. По самым приблизительным оценкам, в те дни Святой Дух коснулся от одной до трех тысяч человек. Столько же человек обратилось в итоге к Богу. Питер Картрейд был одним из тех, кто летом 1801 года обратился к Богу во время одного из служений хлебопреломления. Питер Картрейд был одним из тех, кто тем летом обратился к Богу на одном из служений хлебопреломления. Вот что он рассказывал о чудесах Кейнридж. В достопамятном месте под названием Кейнридж несколько служителей при святерен организовали священное собрание, во время которого, неожиданно и к вящему удивлению служителей и простых людей, удивительная сила Божья проявилась весьма необычным образом, многие люди начинали плакать, громко моля Бога о милости. Собрание затянулось на несколько недель. Служители практически всех известных динаминаций собрались здесь отовсюду, из ближних и дальних мест. Собрание продолжалось днем и ночью. Тысячи людей, услышав о великих делах Божьих, приходили пешком, приезжали верхом, в повозках и фагонах. По некоторым подсчетам, в определенные моменты количество участников собрания колебалось от 12 до 25 тысяч человек. Сотни из них падали ниц, будучи не в силах противиться Божьей силе, подобно воинам, павшим в жестокой битве. В лесах были воздвигнуты помосты, с которых проповедники из различных христианских церквей призывали к покаянию и к вере в нашего Господа Иисуса Христа, согласно свидетельствам очевидцев. На том собрании от 1 до 2 тысяч душ благополучно обратили к Богу. Не было ничего необычного в том, когда 3, 4 или даже 7 проповедников одновременно, но с разных помостов, обращались сразу к тысячам слушателей. Небесный огонь распространялся практически во всех направлениях. Достойные нашего доверия очевидцы свидетельствуют о том, что временами более тысячи человек начинали одновременно и громко кричать, так что их крики были слышны на многие мили вокруг. Новости о происходившем во время этой лагерной встречи, так было названо это собрание, распространились по всем церквам и по всей стране, возбудив сюда огромное удивление и восхищение. Именно там вспыхнуло духовное пламя, распространившееся впоследствии по всему Кентукки и многим другим штатам. Кейнедж стал кульминацией религиозного возрождения в Кентукки, но далеко не единственным событием такого масштаба. 1801 год стал годом бурлящей веры. Подобные проявления Духа Святого продолжались до конца года. Более того, вскоре к ним прибавилось говорение на иных неизвестных языках, о чем написал один из очевидцев тех событий, они падали в обморок и часами лежали на соломе, приготовленной специально для пораженных Господом, или неожиданно убегали, чтобы затем рухнуть назин, словно сраженные пулей снайпера, или вдруг начинали биться в конвульсиях, так что, казалось, их тело вот-вот разорвется на куски, или кричали и говорили на незнакомых языках. Кентукки и недавно образованные Соединенные Штаты были навсегда изменены силой Божьей. После лагерных встреч об американцах впервые заговорили, как о евангельской нации. Результат. Из Кентукки возрождение распространилось по всему югу и на восток через горы. Тем не менее, хотя за всем этим стоял Бог, оно закончилось даже быстрее, чем началось. Казалось, что большинство участвовавших в нем служители не имели представления о том, как им следовало реагировать на проявление Святого Духа, который, в буквальном смысле, захватил проводимое ими собрание. В то время как некоторые группы, например, методисты, всячески приветствовали форму лагерных встреч и хаос Божьего Духа, овладевавшего как святыми, так и грешниками, представители других динаминаций рассматривали их лишь как способ ежегодного собрания множества людей в одном месте. Лагерные встречи проводились не один год, но к концу гражданкой войны они весьма сильно различались по своей направленности, от движения святости, предшествовавшего возрождению на Зу-Застрят, до движения Читако, которое очень скоро перешло от духовных поисков к интеллектуальному. Многие лагерные встречи подчинялись также весьма строгому своду правил, распространявшемуся на их участников. Некоторые правила гласили, запрещено смеяться после десяти часов вечера и запрещено рубить деревья до шести часов утра. Большинство лагерных встреч очень скоро стало ассоциироваться с движением за отмену рабства, ведь христиане были наиболее горячими борцами за отмену рабства, за трезвость и предоставление права голоса женщинам. Тем не менее афроамериканцы и американские индейцы во время этих собраний редко смешивались между собой. Чаще всего они организовывали отдельные собрания неподалеку. Возрождение снова напомнило о себе в годы, предшествовавшие гражданской войне, но расовое расслоение даже после окончания войны оставалось еще долгие годы. Несмотря на это, такие афроамериканские пасторы, как Ричард Аллан из Африканской методистской епископальной церкви Филадельфии, способствовали тому, что количество членов в отдельных церквах за несколько лет до событий в Кентукке Фрэнсис из Берии официально открыл новое здание церкви Аллана, а в 1799 году рукоположил его в деконы. Как только кто-то пытался втиснуть дела Божии, совершавшиеся летом 1801 года, в какие-либо созданные человеком доктринальные рамки, эти проявления прекращались. Были такие группы, которые оставляли свои динаминации и оформировали новые, чтобы продолжать стремиться к этим упражнением духа. В результате произошедших в Кенедж событий церкви, расположенные вдоль Некамберленд, откололись от традиционного пресвятерианства и стали пресвятерианской церковью Камберленда, а Бартон Стоун присоединился к Александру Кэмпбеллу, чтобы практиковать основанное лишь на Библии христианство. Вместе они сформировали новую группу, которую назвали ученики Христовы, или Церкви Христовы. Джеймс Магриди, однако, отказался покинуть традиционное пресвятерианство, он так и не присоединился к имберлендской группе. Шикеры, или трясущиеся квакеры, как их позже стали называть, также ведут свою родословную от собраний, подобным лагерным встречам того лета. Они попытались дать старт радикально новому направлению в Церкви, главной первоочередной задачей которой было служение Богу и непрестанный поиск его лица. В течение 50 лет, предшествовавших гражданской войне, было создано приблизительно 120 подобных общин, целью которых было построение жизни на основании Слова Божьего, но лишь немногие из них достигли хотя бы временного успеха. Питер Картрет описывал эти результаты в автобиографии, когда пресвятерианские, методистские и баптистские служители, объединившиеся в единое целое во время этого собрания, вернулись домой в свои различные церкви и принесли вести о вершившихся великих делах Божьих, всю страну моментально охватило пламя Возрождения. Но многие служители член Синоды Кентукки посчитали все это беспорядками и попытались остановить Божью работу. Они потребовали объяснения от всех своих проповедников, участвовавших в служениях Возрождения, осудили их и запретили им выступать. Недовольны такими действиями, осужденные восстали, отвергнув юрисдикцию Пресвятерианской Церкви, организовали собственную церковь, назвав ее христианской. Именно сюда уходит корнями то, что вскоре стало известно под названием Новая Догма. Эти христиане отвергли Вестминстерское исповедование и все церковные обряды, провозгласив, что отныне они будут опираться лишь на Новый Завет. Они не устанавливали для себя никаких доктрин. Каждый верующий должен был читать Новый Завет и верно следовать собственному его ополкованию. Во главе этого служения встали Маршал, Эммэнамар, Дан Леви, Стоун, Хастон и другие служители. Вскоре между ними возникли разногласия, что приело к Вавилонскому замешательству. Одни из них проповедовали орианство, другие социниенство, третье универсализм. И по прошествии нескольких лет уже невозможно было понять, кто на чем стоит. Они начали крестить своих последователей полным погружением в воду, что стало идолом для заблуждающихся, и буквально тут же возникли огромные разногласия о пути на небеса, по воде или же по сухой земле. Эта христианская церковь состоит из немощных и разрозненных людей, хотя и среди них есть добрые христиане. Думаю, со дня Пятидесятницы вряд ли мир видал больше духовное пробуждение, чем то, которое произошло в Кейнридж. И если бы нашлись крепкие христианские служители, утвержденные в евангельском учении церковной дисциплине, тысячи людей могли бы обрести спасение в церкви. Вместо этого они заблудились в лабиринтах пустого, спекулятивного богословия и потеряли, в конце концов, духовное кораблекрушение, отпов, отвернувшись от Бога и потеряв навечно веру и душу. Но очевидно и то, что делам Божьим был дан новый импульс, и многие, очень многие люди неустанно благословляли Бога за это духовное возрождение на просторах нашего Сиона. Несмотря на то, что лето 1802 года мало походило на предыдущее, в том году впервые в повседневном лексиконе появился термин «лагерная встреча». Этот термин сохранился вплоть до сегодняшнего дня. К примеру, такие организации, как служение Кенета Хигина, каждое лето спонсируют лагерные встречи. В течение последующих десятилетий методисты распространили форму лагерных встреч по всем американским штатам, а Фрэнсис из Берри стал их горячим сторонником. Тем не менее, вплоть до 50-ни ческого возрождения в начале следующего столетия Америка не видела больше ничего подобного произошедшему в Кейнридж. Многие люди признавали, что за всем, происходившим в 1801 году в Кентукке стоял Бог, но горячо отстаивали эту точку зрения кто тем летом лично участвовал в причастиях. Как писал Пол Конклен, автор книги Кейнридж, Американская Пятидесятница, Сапи Ридж, Америка Спентакрист, Косни 1801 годы верующие, пребывавшие в округе Кентукки, изумлялись открывавшейся их взорутопия, ставшей реальностью. Дух Божий опалил и очистил всю округу. Так или иначе возрождение коснулось практически каждого. Джордж Бакстер, приехав из доли Нашинандоа в Кентукки, попал в особую, удивительно чистую атмосферу. Он отметил, что оказался в наиболее нравственном месте из всех, где когда-либо бывал, потому что никто не сквернословил, все были любезны и доброжелательны, ссоры и раздоры прекратились, а религиозный трепет, казалось, наполнил собой всю землю. Свои впечатления Бакстер обобщил следующими словами. Думаю, возрождение в Кентукки стало одним из наиболее сверхъестественных событий, происходивших когда-либо в Церкви Христовой, в особенности принимая во внимание обстоятельства и условия, сложившиеся в стране. Безбожие в те времена торжествовало, а духовность практически исчезла из человеческой жизни. Лишь что-то совершенно невероятное могло привлечь внимание легкомысленных людей, готовых признать христианство вымыслом, а вечную жизнь — несбыточной мечтой. Это возрождение сделало свое дело, оно разрушило твердыни неверия, заставило замолчать пороки и произвело неизгладимое впечатление на бесчисленное множество людей. Собрания в Кентукке стали первыми порывами ветра, раздувшего, в конце концов, пламя второго великого пробуждения. Пробуждение в Кенедж произошло в 19 веке, тогда как нас у застрят. В 20-й нам, христианам XXI века, необходимо проснуться и горячо взывать к Богу, прося его отряхнуть это столетие от мирского самодовольства, сотрясти его гораздо сильнее, чем он сотряс кентукке летом 1800 и 1801 годов. Кроме того, мы нуждаемся в ревностных и преданных Господу христианах, подобных тем, чья вера была очищена в горниле прошлых возрождений. Христиан, обладающих смелостью Питера Картрайта, а также молитвенной стойкостью Джеймса Магридия Чарльз Финея. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан 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 Добро пожаловать в Казахстан